МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Алмажана Манки-Льдинова. Сурдоперевод Светланы Слесарской. Коротко о главном на сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Горы снега и мусора. Более 800 жалоб от густанайцев поступило в клуб-центр Айку-Мек. В чём причина, рассказали на совещании в Акимате города. Только собственное производство. Новые проекты рудничан увидели депутаты мажореса парламента. Какие горизонты готовы открыть жителям города Горняков? Потерялись в метель. За несколько дней в регионе было эвакуировано 82 человека. Спасательные операции продолжаются. Дальнейшие шаги по укреплению торгово-экономических отношений Казахстана и Европейского Союза обсудили премьер-министр Алихан Смаилов и вице-президент Европейской комиссии Маргаритис Хинас. В рамках встречи в Астане стороны рассмотрели вопрос увеличения товара оборота, привлечения инвестиций, укрепления сотрудничества в транспортно-логистической сфере, облегчение визового режима, наращивание промышленной кооперации и ряд других. Глава правительства подчеркнул, что сегодня значительную роль в укреплении взаимовыгодных отношений с Евросоюзом играют соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, а также новая стратегия Евросоюза по Центральной Азии. Как отметил премьер-министр, Евросоюз является одним из крупнейших торговых и инвестиционных партнеров Республики Казахстан. На его долю приходится порядка 30% внешней торговли и около 40% привлеченных инвестиций. Председатель Сената парламента Маулен Ашимбаев встретился с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом. Собеседники обсудили состояние и обозначили перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества сторон. Открывая встречу, Маулен Ашимбаев отметил, что Европейский союз является стратегическим партнером Казахстана и стране на высоком уровне. Уделяется важное значение укреплению двухсторонних отношений. Председатель палаты также ознакомил вице-президента Еврокомиссии с политическими и социально-экономическими реформами, реализуемыми в Казахстане по инициативе президента страны. В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества, в том числе развития транскосмийского международного транспортного маршрута. Отдельно Маулен Ашимбаев остановился на вопросах устойчивого развития и принятия совместных действий в этом направлении. В свою очередь, Маргаритис Хинас выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении многосторонних отношений и подчеркнул эффективность курса Казахстана на реализацию реформ. За последние две недели в Центр оперативного реагирования «Айку-Мек» поступило более 800 жалоб по уборке снега. Немало обращений по вывозу твердых бытовых отходов. Акимгородом Араджин Дубаев раскритиковал работу подрядчиков и поручил навести порядок на указанных участках. На переполненные мусорные контейнеры жители города стали жаловаться чаще. Только за последние две недели в Центр оперативного реагирования «Айку-Мек» поступило около 300 обращений. Накопившиеся отходы в ряде микрорайонов вывозят несвоевременно. Причина тому – праздники и непогода. Из-за метели и сильных морозов спецмашины коммунальных предприятий выходили из строя. К тому же большая часть техники непригодна к работе. Нужно вкладывать, вы же в доверительном управлении, вы должны вкладывать свои средства, обновлять технику. Мы вообще приходим к тому, что у нас монополисты вы по мусору, монополисты по освещению у нас там вот этот Охлупин сидит. И вот вы занимаетесь, вы смотрите, вы один и вы, и мы от вас зависим, от одного предприятия. Вот по очистке, я скажу так, мы не зависим от одного предприятия, без проблем, они готовы друг друга поменять. Мы, если завтра не будем исполнять, они и знают конкуренцию свою. Уберем другого, другого заведем или между ними разделим. Коммунальное предприятие сетует. Из 270 тысяч жителей Кустаная лишь 70% оплачивают за услугу вывоза. Остальные 30% не заключили договор, но при этом продолжают выбрасывать отходы. Есть и те, кто выгружает около контейнеров крупногабаритный мусор. Еще одна проблема – дефицит кадров. При заработной плате в 340 тысяч тенге желающих работать на спецтехнике не так уж и много. Мы вам на портале будем выставлять замечания. Вы понимаете, да, что такое официальное замечание на портале? Три, и потом уже ставится вопрос о вообще, о вашей работе. Просто мы не можем город оставить, поэтому я вам стараюсь помочь. Вы помогаете тоже нам? Договорились? Вы давайте подумайте по водителям. У вас машины ГАЗ-53, кто хочет на них работать, конечно. У нас нет ГАЗ-53. Такое 70%. Извини? Которые уже под списание готовы. Некоторые. Ну, они с 7-го, 6-го года. Ну, вы износ ставите 70%. Ну, я вам одно говорю, вы мне второе. У вас с техникой проблема. Раз. С людьми проблема. Два. Организации вывоза мусора. Три. Накануне глава областного центра лично проинспектировал уборку улиц от снега. У градоначальника к подрядчикам есть ряд замечаний. К примеру, нехватка грейдеров и погрузчиков. По словам Марата Жундубаева, их у организации в наличии гораздо меньше, чем заявлено в договорах. Аким города снова поручает очистить все тротуары и проулки в ближайшие несколько дней. А вот владельцы бизнеса свою территорию приводить в порядок обязаны сами. Они для своих клиентов должны стараться. Правильно же, да? Входные группы, лопаты почистить. Сделать тропинку. Я не думаю, что город не должен это делать. Правильно, да? По правилам благоустройства. Поэтому давай разграничиваем ответственность. Бизнес за себя, я говорю, крупный бизнес. Мы свое. Жители. Каждый сам за себя. ПКСК, ОСИ, они должны свои дворовые территории приводить в порядок. Что касается жителей частного сектора. Вчера просто мы наблюдали. Правильно делать, я хочу сказать. Бурты делает наш подрядчик. Смотрю, с частного сектора лопатами люди работают. С детьми прямо. Они снег этот со дворов выталкивают на дорогу. Правильно? Это нормально, когда они пользуются случаем. Потому что им никто не вывезет. В частном секторе на правильной части. Они выталкивают. Вчера многое это заметил. Это делают. Это хорошо. Это надо приучить. Это как мусор выносить в 8 утра. Точно так же бурт появился. Начали работать. Всё. Снег почистили. От себя оттолкнули. Мы заберём. Власти убедительно просят жителей убрать автомобили во время очистки снега. Не оставлять машины в неположенных местах и на проезжей части. К концу недели Марат Жандубаев планирует провести вечерний объезд по городу. Где также проинспектируют дороги, освещение и работу светофоров. Айдана Папанина, Алексей Руденко, телеканал Костанай. Улучшение качества жизни населения. Именно на это нацелены все инициативы в стране. Об этом рассказали депутаты Мажелиса парламента, приехавшие с рабочей поездкой в город Рудный. Народные избранники посетили ряд объектов, ознакомились с реализуемыми в Моногороде проектами. Рабочий визит депутатов Мажелиса начался с местной теплицы. Её площадь более 2000 квадратных метров. Вот уже 15 лет теплица обеспечивает качественные продукции жителей Моногорода. В дальнейшем владельцы бизнеса планируют выращивать и другие виды овощей. Сложность одна – нехватка финансирования. В северных регионах небольшие теплицы не субсидируются. Для дальнейшего расширения ассортимента предпринимателям необходимо около 300 миллионов тенге. На сегодняшний день они вне поля зрения как Министерства сельскохозяйства, так и в целом субсидирования для производства таких помидоров и огурцов. По этой причине мы видим, что нам для обеспечения своей внутренней продовольственной безопасности такие теплицы, мини-теплицы в каждом, в частности в городах-спытниках, они необходимы и критически важны. Этот вопрос не только областного уровня, но и республиканского, отмечают специалисты. Теплицы особенно необходимы в городах и районах. Качественная местная продукция на прилавках всегда радует покупателей. Главная цель – найти поддержку в этом направлении. Можли смены также посетили недавно реконструированный дом. Здесь люди получили арендное и кредитное жилье. На городе планируется тесное сотрудничество с инвесторами в перспективе строительства домов для очередников. Четыре крупных промышленных объекта будет строиться в этом году в Косновской области и в частности в городе Рудном. Будут прибывать сюда специалисты и, конечно же, будет возникать потребность, где жить этим людям, куда приезжать. И здесь вот в своем депутатском запросе я говорила о том, что для того, чтобы поднять статус заводчанина, для того, чтобы поднять статус промышленного сотрудника, необходимо давать условия. Должна быть промышленная ипотека для таких сотрудников, потому что сейчас непрестижно идти работать на заводы, непрестижно идти работать на предприятия. И молодежь должна понимать, какие стимулы у них есть. Следующий объект – комфортная школа. Сейчас строительные работы приостановлены из-за погодных условий. Образовательное учреждение откроет свои двери для школьников в 2025 году. Вместимость – 1200 мест. Депутаты далее встретились с коллективом Руднинского водоканала. Озвучены ряд вопросов. Качество и объем воды в Каратамарском водохранилище, износ фильтровальных станций, заработная плата специалистов и отсутствие профильных кадров. Депутаты отметили, что вместе с руководством учреждения работают над решением этих вопросов. Буквально в январе к нам зайдет новый водный кодекс. В рамках этого водного кодекса мы будем учитывать все поставленные на сегодняшний день вопросы, в частности, по объездам регионов. Мы были практически в 8 регионах в течение января месяца. Мы, я и наши депутаты. И практически в каждом нашем городе вопросы именно очистных сооружений, вопросы водоснабжения стоят очень острые. По этой причине водный кодекс, заходящий сейчас в парламент, это очень острый, очень важный момент, который мы всем депутатским корпусом должны приложить максимальное усилие для того, чтобы наш народ был обеспечен качественной, чистой, здоровой и безопасной водой. Депутаты парламента осведомлены об актуальных проблемах региона. Теперь необходимо найти положительное решение этих проблем. Айдана Папанина, Конроле Ахмедбеков, телеканал Костанай. По букве закона. В текущем году казахстанцев ждет немало изменений в сфере финансов и налогообложения. Самые обсуждаемые новшества – это декларации и мобильные переводы. Больше всего население волнует тема контроля мобильных платежей и переводов. Что будет с системой безналичного расчета и кто может продолжать использовать мобильные переводы, а кому стоит подумать о других способах оплаты, разбиралась Маргарита Иванова. Три года назад в Казахстане введено поэтапное всеобщее декларирование. Его основной задачей является обеспечить несправедливое налогообложение и совершенствование социальной политики, создание эффективного механизма контроля доходов физических лиц, а также снижение уровня коррупции и деневой экономики. Всего декларирование проходит в четыре этапа. С 1 января 2021 года вошли все государственные служащие, их супруги, работники масляхатов, депутаты со своими супругами. Второй этап – это с 1 января 2023 года вошли работники квази-государственного сектора со своими супругами и работники бюджетных организаций со своими супругами. И с текущего года войдут субъекты бизнеса – это руководители, учредители, участники юридических лиц со своими супругами, индивидуальные предприниматели со своими супругами. И заключительный этап – это с 1 января 2025 года войдет уже все взрослое население нашей страны в систему всеобщего декларирования. Система всеобщего декларирования заключается в предоставлении всеми гражданами декларации об активах и обязательств, в которых отражаются все зарубежные активы, движимое, недвижимое имущество физического лица. Что нужно будет отразить в декларации самостоятельно? Это имущество, зарегистрированное за пределами Республики Казахстан, то есть в иностранном государстве. Также, если есть инвестиционное золото, авторские права, интеллектуальная собственность, доля участия в строительстве, также дебиторская, кредиторская задолженность. Это задолженность физического лица перед другим физическим лицом, либо юридическим лицом, либо другого лица за обязательства перед данным физическим лицом. То есть это не задолженность, не кредиты перед банками второго уровня. Также указывается наличные денежные средства, если таковые есть, до 10 тысяч МРП. То есть предел до 10 тысяч МРП, если переводить это в деньги, то по состоянию 31 декабря 2023 года это 34 миллиона 500 тысяч. Данная сумма, то есть наличных денег, не должна превышать именно данного предела. Декларацию необходимо предоставить до 15 сентября текущего года по месту своего жительства. Декларацию можно представить через веб-портал, кабинет налогоплательщика, электронного правительства, мобильные приложения. ЕСАЛ Казамат, Халык Банк, Банк Центр Кредит. Также граждане вправе предоставить декларацию на бумажном носителе. Еще одним новшеством волнующих казахстанцев стал вопрос контроля мобильных платежей и переводов. Для чего нужна проверка мобильных переводов, специалисты разъяснили на специальном брифинге. Проверка мобильных переводов нацелена прежде всего на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности. С 2023 года Комитетом государственных доходов проводятся эти проверки, и им поступают сведения о лицах, имеющих признаки осуществления предпринимательской деятельности без регистрации. Есть критерии, по которым направляются сведения. Эти критерии являются получением физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денежных средств на личный банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности. Так, информация от банка второго уровня будет представляться поэтапно. С 2023 года информация начала передаваться по государственным служащим, и приравненным к ним лицам и их супругам с 2024 года по работникам государственных учреждений и квази-государственного сектора и их супругам, с 2025 года по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц, то есть субъектов бизнеса и их супругам, а также с 2026 года по остальной части населения. Предпринимателям, в свою очередь, рекомендуется принимать оплату на специальные бизнес-счета. За отказ предпринимателей в принятии безналичных платежей является неправомерным действием и нарушает права потребителей. Согласно нормам закона Республики Казахстан о платежах и платежных системах, предусмотрены различные способы оплаты. Банковской картой, QR-платежом или наличными. За отказ предпринимателей в принятии платежей с использованием платежных карточек предусмотрена административная ответственность. На первый раз это предупреждение. При повторном нарушении это будет штраф в размере 40 МРП, что в переводе на наличные равняется сумме в 147 680 тенге. Маргарита Иванова, Алексей Руденко, телеканал Костанай. В текущем году в Казахстане предусмотрено бесплатное обеспечение на амбулаторном уровне 96 лекарственными средствами по 48 малоисследованным или редким заболеваниям. При этом, как отметили в Минздраве, доля финансирования препаратов для лечения пациентов с малоисследованными заболеваниями составила более 25% от общего бюджета амбулаторного лекарственного обеспечения. Численность самих пациентов, страдающих редкими болезнями, составляет всего 1% от общего числа пациентов, получающих лекарства. В 2023 году за счет республиканского бюджета единым дистрибьютором для амбулаторного лекарственного обеспечения закуплены орфанные препараты на сумму 74 миллиарда тенге. И на 20 миллиардов тенге закуплены лекарства на стационарном уровне. Кроме того, по решению Маслехата в 2023 году на лечение таких болезней за счет местного бюджета выделено финансирование в объеме 15,7 миллиардов тенге. Неспокойными выдались эти выходные для спасателей региона. За несколько дней было эвакуировано 82 человека. Водителям помогали выбраться из снежных заносов. До сих пор продолжаются поисковые мероприятия в городе Аркалык. Там уже два дня ищут чабана, который вышел в метель за скотом. Подробнее о подвигах спасателей расскажем в нашем материале. Еще в пятницу в Кустанайскую область пришла непогода. Сильный ветер, снег, а потом и мороз. С местами столбик термометра доходил до 25 градусов. По ощущениям все 38. Несмотря на предупреждение специальных служб, люди не стали менять свои планы. В результате на короткий номер 112 поступали сотни звонков. Десятки автомашин пришлось вытаскивать спасателям из заснеженных кюветов. Почти все направления дорог республиканского и областного значения были перекрыты. Несмотря на запрет, люди пытались проехать. В результате становились заложниками стихии. Эвакуировать удалось 82 человека. Их размещали в пунктах обогрева, выдавали сухпайки. В Миндагаринском районе практически четверо суток искали пастуха, который убыл на лошади с собакой, чтобы найти большой табун лошадей, превышающий 200 единиц. Заблудился, лошадь сбросила его. И дальше мы уже с его слов можем построить цепочку событий. Остался в холоде ночевать, укрылся в лагу вместе с собакой. Благодаря тому, что была собака в обнимку, смог согреться и выжить в снегу. Тем не менее, были проведены поисково-спасательные работы. И он сам признается, что видел вездеход-болотоход, который четырьмя фарами освещал вокруг местность. Тем не менее, он принял это за галлюцинацию, не веря, что может быть четырехфарная машина. На следующее утро он увидел след от К-700, который также занимался поисково-спасательными работами. Пошел по его следу, тем не менее, по ошибке направился в другую сторону. Ушел еще дальше. Несколько дней блуждал. Спасло то, что нашел заброшенный охотничий домик, в котором разводил воду, грел ее. Еще одного чабана ищут до сих пор. Он также отправился за скотом в непогоду. В результате уже два дня мужчина не выходит на связь. 29 человек и 7 единиц техники продолжают поисковую операцию. Чудом удалось спасти женщину в городе Аркалык. Работая в одном из хозяйств, Метелина решила отправиться в путь. Позже стало известно, что находилась женщина в состоянии алкогольного опьянения. Вышла и удалилась далеко от крестьянского хозяйства. Владелец крестьянского хозяйства вовремя забил тревогу, сообщил нам. Нам удалось ее найти спустя 6 часов, уже лежавшей лицом вниз, ничком. И в результате чего удалось ее спасти, довести до реанимации. Сейчас она находится там. Ее жизни угрозы никакой не представляет. Но, тем не менее, обморожение лица третьей-четвертой степени и обморожение руки она получила. По словам спасателей, в ближайшее время в регионе опять будет метель. Не стоит недооценивать уловки стихии. Одно правильное решение – остаться дома может спасти жизнь. Любовь Ивлажкина, Олег Сытник, телеканал Костанай. На этом все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!